Каждые 40-48 дней система проходит через определенный цикл. В течение трех дней ваш организм не нуждается в пище. Если вы обеспечите вашему организму такой отдых, это будет очень полезно для вашего здоровья и тела. Это способно перенести вас в совершенно иные измерения жизни. Если понаблюдать за естественным циклом вашего тела, то существует нечто, называемое мандала. Каждые 40-48 дней система проходит через определенный цикл. В каждом цикле есть три дня, в течение которых ваше тело не нуждается в пище. Если вы осознаете, как функционирует ваше тело, вы будете понимать, что в конкретный день ваше тело не нуждается в пище. И в такой день, без каких-либо усилий, сможете обойтись без еды, если только вы будете замечать этот цикл правильно. На тот случай, если у людей отсутствует необходимая сознанность, чтобы определить, когда наступают такие дни, в Индии установили Экадаши. Это означает, что люди не едят в день за 4 дня до полнолуния и в день за 4 дня до наволуния. Просыпаются утром, не завтракают, не обедают и только после захода солнца принимают пищу один раз. Это делается только для того, чтобы позволить системе перестроиться. Если вы обеспечите ей такой отдых, это прекрасно отразится на вашем здоровье и теле, поскольку системе нужно это время, чтобы произвести определенные изменения. Еда каждый день обеспечивает тело тяжелой работой. Дайте ему небольшую передышку. Если вы не можете поститься, в такой день вы можете перейти на что-то более легкое, соки или что-то еще, что было бы легче для вашей системы. Определенно тело поблагодарит вас за это. Да. Нет ничего хорошего в том, чтобы каждый день нагружать тело приготовленной едой. В чем же духовная значимость этого? Это очищение. Если ваша система не будет искрыться энергией, вы не будете расположены к духовности. Вы будете чувствовать вялость. Сон — самый злейший враг медитирующего. Для того, чтобы сидеть с закрытыми глазами, но сохранять внимание и бдительность, требуется немало. Для большинства людей закрыть глаза означает заснуть. Так что, чтобы сидеть с закрытыми глазами, но быть бдительным, требуется определенный уровень энергии в теле. Итак, чтобы создать такой уровень энергии, мы следим за тем, как есть, что делать, сколько съедать и так далее. Это не духовность, но это позволяет создать необходимый тип тела. Сейчас, если ваше тело чувствует себя вялым, а я говорю о просветлении, какого черта? Не так ли? Поэтому важно поддерживать ваше тело энергичным, бодрым, свободным от боли и разных проблем. Потому что только в таком случае вы будете стремиться к чему-то большему. Если сейчас у вас сильно болит нога, то перед вами появится Бог. О чем вы попросите? Избавить от боли в ноге? Да или нет? Чего еще просить? Это будет все, чего вы попросите. Не так ли? Потому что тело имеет такую власть над вами. Если вы не поддерживаете его на определенном уровне легкости, оно управляет вами со всех сторон. Не так ли? Для этого важно поддерживать ваше тело очень чистым и здоровым, иначе оно станет доминирующей силой в вашей жизни. Оно не позволит вам мыслить о чем-то за его пределами. Сейчас, если что-то начнет болеть в вашем теле, даже если это будет мизинец, ни Бог, ни просветление, ни медитация — вам ничего не будет интересно. Вам будет интересно только это. Не так ли? У тела есть такая сила. Так что вам нужно сделать его счастливым. И только тогда оно позволит вам сделать что-то еще, иначе оно вам этого не позволит. Так что в этом контексте очень важно изредка голодать. Это обеспечивает тело отдыхом, чтобы оно восстановилось, восполнило энергию, не впадало в сонливость от еды. Вместо поста, даже если вы просто делаете достаточный перерыв между приемами пищи, если я скажу это, вы перестанете заниматься йогой. Идеальный перерыв между двумя приемами пищи — восемь часов. Если восемь часов для вас невозможны, то необходимо как минимум пять часов перерыва. Вы должны ощущать определенное чувство голода перед приемом пищи. Если вы примете пищу прежде, чем почувствуете голод, организм станет вялым. Он не будет энергичным. Когда я говорю «энергичность», я говорю не только о том, что вы сейчас бодрствуете. Сейчас мы находимся на разных уровнях энергии. Мы едим одну и ту же пищу, дышим одним и тем же воздухом, находимся в одном пространстве. Но опыт у всех равный. В данный момент то, что я переживаю внутри себя, я не обменяю ни на что на свете. Если вы отдадите мне весь мир, я не заключу с вами сделку, потому что это гораздо большее. И это возможно для всех. Этого не произошло лишь потому, что этой системе не было уделено должное внимание, и с ней не были совершены необходимые действия. Таким образом, человеческая энергия может находиться на разных уровнях, в разных измерениях. Она способна перенести в вас совершенно другие измерения жизни и опыта. Так что поддержание здорового тела является основополагающим требованием. Вам не обязательно становиться великим спортсменом или кем-то в этом роде. Просто поддерживайте определенную легкость, что если вы присядете, вам не придется все время крутиться и вертеться. Если вы сядете здесь, то в следующие несколько часов вы сможете просто сидеть, не беспокоясь о разрывающемся мочевом пузыре или желудке, жаждущем еды, или о какой-то боли. Если вы сядете здесь, вы будете в порядке. Вот какая легкость необходима телу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА